Одним из главных вопросов заседания по чрезвычайным ситуациям стала тема обеспечения безопасности жизни населения Ульяновской области на водных объектах. В центре внимания гибель несовершеннолетнего в Вишкаемском районе. Напомним, трагедия произошла 3 августа. По данным управления МЧС на Погильдинском пруду у поселка Шарлова в месте, не оборудованном для купания, утонул подросток 2009 года рождения. Довожу информацию, что четверо детей 10-го года и 9-го года рождения, 11-го года рождения вчера, поехали на велосипедах в Шарлова на пруд. На пруду, да, по информации администрации и по наших представителей установлены знаки, купание запрещено. Но, а контроль-то где? Вот ваше мнение, какие причины и что не сделано со стороны органов власти местных для того, чтобы у нас больше эта статистика, страшная статистика, она не увеличивалась. В совещании дистанционно приняли участие представители муниципальной власти. Начальник инспекции по маломерным судам Сергей Заболотный, который находился в Вишкаемском районе на месте происшествия, озвучил ситуацию в регионе, связанную с гибелью людей на воде, поведя о селектору. Особую тревогу вызывает рост гибели на водоемах детей. В течение купального сезона погибло трое. Считая основными причинами гибели несовершеннолетних, явилось отсутствие должного контроля за людьми страны и родителей. Отсутствие пляжей и оборудованными зонами для купания детей или снимающих плавок. Мнение начальника ГИМС разделил первый заместитель губернатора Ульяновской области Игорь Эдель, который был модератором заседания. Если собираются там люди, там тысячу можно поставить аншлагов, что купаться нельзя. Но если они там собираются и уже привыкли, они будут купаться, надо оборудовать это место и все. Ведь каждый подход к воде вдоль реки в 100-200 километров не поставишь же эти аншлаги. Просто надо больше оборудовать место для купания. И человек там сидит и наблюдает, спасатель или дружинник. По официальной статистике, в Ульяновской области оборудовано всего 8 общественных пляжей. И 8 пляжей находятся на территории детских оздоровительных лагерей. Заместитель губернатора распорядился организовать оборудованные места для купания во всех районах области. Ирина Антонова, Даниил Стерков, Уллправда ТВ. Ирина Антонова, Даниил Стерков, Уллправда ТВ. Ирина Антонова, Даниил Стерков, Уллправда ТВ. Продолжение следует...